Здравствуйте, товарищи! Я хочу сообщить тем, кто внимательно следит за полемикой по важным теоретическим, политическим вопросам, что вышла новая книга в издательстве «Питер» трех авторов – Клим Жуков, Евгений Яковлев и я, Михаил Баков, под названием «Современный фашизм». В этой книге рассматривается современный фашизм, тот, который есть. Не современный взгляд на фашизм – это тоже там есть, а современный фашизм, который есть в современном мире. В современном мире фашизм, который есть – это американский фашизм. Фашизм определяется, как известно, как открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Фашизм может быть во внутренней политике, может быть во внешней политике. И он может быть национализмом, то есть нацизмом, а может не быть нацизмом. Не всегда это бывает. Вот если мы пройдемся по всем таким точкам, по всем видам фашизма, которые знает история нашей земли, их не так много, можно их перечислить. Во-первых, родина фашизма – Италия. Фашизм там был, нацизма не было. Там никто не доказывал, что итальянцы – это единственная раса, которая выше всех остальных рас. Такого не было. Поэтому итальянский фашизм – не нацизм. А фашизм – потому что он действительно предполагает или является открытой террористической диктатурой. Открытой имеется в виду, что она не прикрыта ни голосованиями, ни евократическими учреждениями, а буржуазия свою диктатуру осуществляет непосредственно через каких-то своих вождей, фюреров и так далее. И она не нуждается в этих самых формах. А почему это связано с финансовым капиталом? Потому что финансовый капитал – это банковский, сращенный с промышленным. А если он сращенный, как он сращивается? Когда выдаются кредиты, это все знают по себе, банк начинает выяснять, а какие у вас деньги, какие доходы, откуда их берете. А если речь идет о крупных кредитах для промышленности, банки все знают. А раз они все знают, все они знают, и для них не нужен этот весь аппарат. Ни Думы, ни парламента, ничего. У них поэтому такое заготение, если к самому брать эту всю настройку и так непосредственно управлять. И поэтому такие попытки время от времени в период империализма непосредственно управлять со стороны финансового капитала имеются. Но, как выяснили вожди империалистических государств крупнейших, это не всегда здорово получается. Потому что в итоге, скажем, вот такой операции, которую проделал германский фашизм или германский империалистический капитал, получился общий минус, конечно, или германского капиталистического класса. Правильно? И поэтому, как выяснилось из истории фашизма и его разгрома, что самой лучшей формой утверждения и осуществления диктатуры буржуазии, то есть неограниченной власти, ничем неограниченной власти, потому что сами законы принимают и сами же их проводят, поэтому они ничем неограничены. Это выбор, голосование, парламентская борьба. Это лучше, когда вы сами выбираете того, кто будет, как говорил Маркс, представлять вас и подавлять в парламенте. Поэтому нет такого закона какого-то, что всякий империализм и всякий финансовый капитал обязательно проявляет себя как фашизм. Но тенденция к фашизму у империалистических хищников всегда имеет место. Тенденция. Иногда эта тенденция себя проявляет. Иногда внутри, иногда вовне. Иногда и внутри, и вовне. И вот давайте мы пройдемся по странам, в которых был фашизм. Если мы возьмем Германию, там был и фашизм, и нацизм. Если мы теперь возьмем недалекие, не так далеко расположенные от Германии страны, где был фашизм. В Испании фашизм был, франк, нацизм был? Нет. Что там? Кто доказывает, что мы испанцы, единственная раса, которая выше остальных, а вы вообще изгои. Такого не было. В Португалии, связанной с именем Салазаро, долго довольно был там фашизм. После Второй мировой войны долго существовал. С ним никто не воевал. Ну и вообще вовне он не выходил. Так что он как бы внутренний фашизм был в Испании и в Португалии. То есть это внутренняя политика фашизма. Значит, может быть фашизм во внутренней политике, который не ведет внешнюю политику фашистскую. Может быть. Может быть. Значит, Италия и Германия вели фашистскую политику и внутри, и снаружи. Ну, уже Испания и Португалия только внутри. Чили тоже только внутри. Пиночетовский фашизм, он касался Чили. И тоже никакого там нацизма не было. Если вы возьмете режим черных полковников в Греции, это последний, который мы знаем, внутренний фашизм. Никакого внешнего фашизма или попытки во внешней политике проводить фашистскую политику в составе греческих полковников не было. Ну, можно сказать, и не могло быть всего такого масштаба государства, который, конечно, не может ее осуществлять. А вот теперь, если мы возьмем политику Соединенных Штатов Америки, то начиная с того, что творили американцы во Вьетнаме, о чем Клим Жуков и в своем выступлении, посвященному такой дате, когда американцы убили 500 человек, мирных жителей в деревне Сангми по Вьетнаме. Это же, кроме всего прочего, военные преступления, не имеющие срока в давности. Приехали в другую страну развязать там войну в Вьетнаме и убить там мирных жителей. Причем дети пытались спастись. Один ребенок другого прикрыл собой, повзрослее, побольше. Обоих убили и того, и другого. Но оказался один фотограф, и этот фотограф запечатлел. Потом решили эти снимки забрать все, а потом уже на следующий день что-то опубликовал. А таких, наверное, деревень было там много. Я помню тогда и отрезанные головы, и на Палму жгли деревни в Вьетнамске. Что творили в этом самом Вьетнаме американцы? Да, открытая террористическая диктатура. Террористическая, что означает? Террор, ужас, ужас наводит, навести ужас, чтобы боялись его. В ужасе были. Спасались, подчинялись. Как заставить подчиняться? Навести ужас обязательно. Не просто стрелять, убивать, наводить ужас. Дальше. То, что мы знаем в отношении Югославии. Что произошло? Страны НАТО во главе с Соединенными Штатами Америки, которые теперь единственной оказались главой, единственной кучкой империалистических кишников, потому что вторая кучка, которая была разгромлена во время Второй мировой войны. И остался только один, так сказать, капитал финансовый, который командует другими странами империалистическими, даже радиовидами, которые никакой самостоятельной политики, собственно говоря, вести и не могут. Ни Франция, как мы видели, как Францию заставили, вердали Таносисто, не продавать России, а отдать России деньги, и все, и все это за сделку ликвидировали. Хотя французы, так сказать, демонстрировали, что мы вот сейчас сделаем и так далее. Или Германия, что может она противопоставить? Чего она не может? Япония тоже ничего. Это крупные такие государства. А какие еще вы государства возьмете такие крупные в Европе? Евросоюз, я думаю, что не случайно вытащили самую Великобританию, потому что Великобритания, оторванная от Евросоюза, она будет в более полном подчинении Соединенными Штатами Америки по той простой причине, что тут нет такого крупного объединения, которое могло бы хоть как-то конкурировать. А Евросоюз, в общем, конкурировал во многом Соединенными Штатами Америки. И теперь ни тот, ни другой. Ни Англия, ни Евросоюз не могут противостоять Америке. И тем более все они в едином блоке НАТО. И никуда они не денутся. И вот этот блок НАТО нападает на Югославию, как всегда, под придуманным предлогом. Постоянно идут эти придумки. Как вот и дело Скрипаля, как придумано, что, так сказать, химическое оружие в Сирии. Какая страна сейчас имеет больше всего химического оружия в стране, в мире? США. Соединенные Штаты Америки. Причем Россия уничтожила химическое оружие в прошлом году. Не знаю, почему она так торопилась. Наверное, думают, если вот мы уничтожим, то тогда и последует примеру Соединенные Штаты Америки. Как только мы уничтожили, Соединенные Штаты Америки объявили, что мы уничтожим это теперь химическое оружие. Не ранее, в 2023 году. То есть через 5 лет. А что будет эти 5 лет? А 5 лет они будут доказывать, что другие применяют химическое оружие, когда все химическое оружие у кого? Прежде всего, сосредоточено. В Соединенных Штатах Америки. Есть документы этой организации, ОСХО, Организация по запрещению химического оружия, что в 2014 году Сирия полностью ликвидировала свое химическое оружие. И последнее химическое оружие из Сирии было увезено куда? В Техас. И в Техасе его уничтожено. И после этого бумага выдана Сирии. А бумага ничего не значит для Соединенных Штатов Америки. Вообще ничего не значит норму международного права. Можно на ту же самую Сирию нападать под предлогом, что якобы там есть химическое оружие, в тот же самый день, когда туда только направляются представители организации по запрещению химического оружия для того, чтобы решить этот вопрос. То есть, вот в Югославии предлог был такой, что якобы там нарушены права албанских трудящихся. А оказалось, это албанские боевики действовали. И туда полетели самолеты, несколько месяцев бомбили. И десятки тысяч было сброшено бомб. И вылетов сделано. Десятки тысяч самолетов. Уничтожали Югославию и превратили ее в скопище маленьких государств, которые никакой роли уже в европейской политике не играют. Возьмите вы в следующей ситуации с Ираком. С чего начиналось это? С того, что якобы Колин Паул показывает, пробирочки-то вот какой-то, опять химическое оружие показывает. Якобы. Потом выяснилось, что это все тут, да. Что никакого химического оружия не было. Ну, на всякий случай прилетели, разбомбили, убили президента законно избранного. Причем, если раньше мы как-то думали, что люди воюют с социалистическими государствами, американцы. Нет. Они просто тех, кого они считают, надо уничтожить, эти усы, они их уничтожают. Достаточно для этого объявить их изгоями. Или сказать, что в отношении Ливии было сказано. Вот там какой-то диктатор, якобы, хотя он избранный демократический. Ну, как демократический? Буржуально-демократический. В соответствии с тем и нормами, которые есть в буржуанном мире демократическом. Идемократический. Так, прилетели, уничтожили, разбомбили. Нет государства ливийского. Вы вообще уничтожили. Причем, какие уничтожили государства? Государство уничтожили светские. Ирак был светским государством. Теперь он уже религиозное государство, исламское. Ливия – это светское государство. Какое еще светское государство осталось на Ближнем Востоке? Сирия. У кого-то есть сомнения, что если не действия России, которые противостояли, исходя из интересов самой России, потому что там базы есть, потом есть интерес в том, чтобы выходить в Средиземное море, и есть интерес в том, чтобы иметь в своем распоряжении Черное море в России. То есть, разумеется, все государства действуют, и классы действуют соответственно со своими интересами. Но в данном случае Россию противостоит этой экспансии. И чему она противостоит? Она противостоит вот этой открытой террористической диктатуре американского финансового капитала на международной арене. Это что такое? Это фашизм во внешней политике. Ну вот мы с вами знаем из изучения науки и логики Гегеля, что то, что внутреннее, то и внешнее. Тот, кто это как-то не очень воспринял, вы представьте себе свою кожу с внутренней стороны, и тогда вы поймете, что она у вас не пиджак, что если вы не можете просто снять эту самую кожу и остаться живым. И все знают, что если человек потерял 60% кожи, например, ожог, то он уже не выживет. Так вот внутреннее есть внешнее, а внешнее есть внутреннее. Ну вот если у нас в мире американцы, Соединенные Штаты Америки проводят сейчас фашистскую политику внешнюю, она где вырабатывается? Они что, Трамп и Конгресс выезжают на ближайшие острова, чтобы выработать внешнюю политику и вырабатывать его внутри? То есть хорошо они демократически договариваются о том, чтобы проводить фашистскую политику и голосуют. И у них есть, как говорят, система сдержек и противовесов. Они, прежде чем проводить фашистскую политику, вообще это демократически обсуждают и решают, а потом проводят открытую террористическую диктатуру во внешней политике, которую также можно называть фашизмом на экспорт. Можно и не называть? Фашизм во внешней политике. А мы увидели, что он разный будет во внешней политике, во внутренней политике. И там, и там, как в Германии. Более того, в Соединенные Штаты Америки объявляют целые страны изгоемы. Иран – изгой. Россию уже объявили тоже изгой. КНР объявляли. А что такое изгой? Изгой – это означает, что это не цивилизованного мира. Что можно делать с изгойами? Что угодно. То есть они объявили, они объявили, никаких решений международных, ни о каких решениях Совета Безопасности речи нет. Совет Безопасности может тогда силу применять, когда никто не накладывает вето. То есть, когда настолько серьезные нарушения, и только в этих случаях можно применять силу с санкций Совета Безопасности, когда нет разногласий, когда единогласно голосуют или голосуют, по крайней мере, единогласно все постоянные члены Совета Безопасности. Тогда можно применять силу. А это теперь незаконно. То есть можно применять силу, не спрашивая Совет Безопасности, игнорируя нормы международного права, то есть выбрасывая демократию на международной арене, Нормы демократии, нормы международного права. И это вот фашизм. Более того, американский фашизм – это еще и нацизм. Почему нацизм? Потому что нацизм – это еще крайне национализм, шовинизм. Напоминаю, определение фашизма – это открытая, террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Если я люблю свою нацию, это кто такой? Ну, националист. А если я другую нацию ненавижу, вашу нацию ненавижу? Это что такое? Это шовинизм. Ненависть к другим странам и народам. Причем ненависть не такая платоническая. Здесь ненавижу и все. Ну, не люблю я вот другие страны. Не нравится мне корейцы. Нет, не то, что они нравятся. Иранцы мне не нравятся. Нет, иранцы, они и страна, и склой. Как бы если вы угрейте в том, что вы везете наружу или хотя бы потенциальные возможности его воссоздания, и мы вас уничтожим. А те говорят, нет, мы не будем делать никакого ядерного оружия. Но такую потенциальную возможность мы сохраняем. Если вы начнете проводить такую политику, мы будем спасаться. Например, а так же, как спасаются Канадыр. А какой может быть еще выход для спасения от Соединенных Штатов Америки? И только один. То есть, их поставить в положение, когда они сами находятся под угрозой. Вот так вот стоит делать. Вот, поэтому этот вопрос в американском фашизме и нацизме, он очень актуальный. И этот вопрос поднимался многократно в различных материалах и письменных. Они опубликованы. Вот, Денис Борисович публиковал Дегтярёв, Иван Михайлович Герасимов публиковал, я публиковал. И есть целый ряд выступлений на интернет-ресурсах. Это Клима Жукова, Егора Яковлева, я с этим выступал. И вот вышла книга, которая представляет собой труд, на который можно опираться. И современный труд по современным вопросам, чиражом 5000 земляров, издательский дом Питер. Можно ее заказывать, если вы набираете питер.ком, то вы можете уже книгу заказать. Там указано, что можно, куда и как прислать средства для того, чтобы получить книгу себе, так сказать, по почте. Ну и она скоро появится в магазинах. Так что рекомендую книгу Михаил Попов, Клим Жуков и Егор Яковлев «Современный фашизм». Спасибо за внимание. Продолжение следует...